Мир вам! Сейчас свет включу. Мир вам. Как там у вас на миме Господней? Да по милости Божией. Спаси Христос. Милосердием Божьим. Так, что у вас за вопросы какие есть? Я вот хотел поинтересоваться у вас. Какое отличие от официальной церкви Московской Патриархии? То есть как мы к ней относимся? Нет. Юрисдикция. Мы РПЦЗ, русская православная церковь за рубежом. Понятно. То есть царская, белоэмигрантская. Мы две общины остались только в России после этого признания акта о каноническом общении. Они начали всех втягивать и на 13 юрисдикций разбилась зарубежная церковь. А мы остались в прежнем состоянии. К нам приезжают архиереи, служба вместе с Московской Патриархией. Мой брат Протеерей, сейчас у них престольный праздник. Ему архиерей позвонил местный Московского Патриархата, митрополит Сергий Иванников. И он уехал на службу. Но мы не под ними. То есть над нами они не имеют никакой власти. Ну понятно. То есть и не дать, и не взять, и хотя бы не мешать. Ну никак, потому что мы понимаем, там только одна смерть для нас. У нас не будет ни деревни, ни детского лагеря. У меня 38 книг вышло из печати. Они беснуются буквально из-за этих книг. Они нападают. С ними примирение абсолютно невозможно. Только если где-то в лагере будем, или в тюрьме, в одной камере. Там может быть. По-другому никак. На лесоповале где-то. И то на какой-то период времени. Ну, если придет время, значит, мы будем видеть. Но сегодня никак. Не потому что мы не покорили или что-то. А у нас тут сильная была катакомбная община до 90-х годов. 80 семей было. Не знаю такое. Репрессированные многие были. Вот. Ходи по наговору. Мы встречались с ними. Священников у них не было. Не было священства. А без священства церкви нет. Да. Потом эта катакомбная церковь. В 80-м году сошлась, значит, хератонирование, это, Журбенко, Лазаря. Да. Так мы как раз от Журбенко и были. Мы как раз те самые и есть. Потом, значит, кто-то был, забыл, как он, Самарин, Самарин, председатель общины. У нас его не было. Вот отец Аким Лапкин, мой брат, протеерей. Он как раз... Ну, говорю, мне не было у нас. Мы, когда... Первый раз, когда регистрировались, она сразу под... Ходотайство первое, она сделала архимандрит Русанцев. Он стал потом там митрополитом. Валентин. Вот. А потом сразу Журбенко. А потом уже и в Тихий был назначен Курочкин из Ишима. А потом он пять лет был домодедовским векарном у патриарха Кирилла. Это переходной они назначили момент. Откуда они взяли эти цифры переходной. Речь шла признание акта о каноническом общении. То есть мы признаем, что они благодатные, они признают зарубежные. А они дальше уже начали мертвой хваткой, ну, тащить. Потому что их происхождение такое, а это никуда не годится. Мы голосовали. Мы категорически были против объединения. Но за акт о каноническом общении у нас всегда было общение. Нам не надо было голосовать. Ну, насколько я наслышан, значит, за рубежом был бандитский сенат. И кворум среди архиереев не было достаточно, чтобы конкретно слиться с патриархией. Я говорю, что патриархия не выполнила тех норм. Не вышли из Семерного соццерквей. Не попаялась с саммоном сотрудничество с безбожной властью. Вот за штатные там всякие, не наших кровей, какие крутят там. Я был в Синодии у них там. Говорили об этом неоднократно в Америке, Нью-Йорке. Я там жил. Мы ожидали, что от всего этого сергианства они отрекутся и, говорится, Анапиями предадут предательство церкви. А ничего не было. Почему патриархию Глеб Иконин называл определенно пятый отдел КГБ? Да. И у них вот это вот такое вот сейчас пошло не то что слияние со всеми религиями, греховности много. Крещения нету никого. Сейчас патриарх Кирилл встретился с папой. На него такие нападки пошли. Объединение какое-то. Да я говорю, еще заволновались. Патриарх ничего не сделал, кроме того, что было. С Украины все приезжают священники, архиереи. У них особая своя коалиция. Они не крещеные, они моченые все. Бритые там и сразу смотреть. Чего вы схватились-то, когда уже все вредно католикам? А у нас ничего этого нет в нашей общине. Мы строго соблюдаем правила благочестивой старинной обычаи. А в Молдавии слышали? Восемь монастырей не поминают местного. Я знаю, там Лонгин. Да. В этом Беларуси, по-моему, три монастыря. Ну, это ничего не дает. Надо делать как положено. Я считаю, метод борьбы только один – любовь. Вот у нас приезжают профессора, психология, начальник детского лагеря, организатор его. Нынче 45-й год будет. Это не два дня. Это при советской власти мы были единственные. И даже услышала директор Кэстонского института с Лондона, через Останкино она прилетела. У нас живут они, они не могут поверить, что такое совершается. В течение месяца мальчишка, наркоман был, полностью из него все выходит. Как это может быть? Полностью меняется характер. Никак. Босиком ходим. Каждое утро чтение Евангелия, молитва, лагерь освящен. Дальше спортивные игры, лагерь трудовой, работают, собираем ягоды. То есть полная свобода, но свобода в рамках закона. Которые от нас идут в армию, ни один еще не попадал под дедовщину. Их ценят. У меня племянник ушел. Тут проверяли долго, правда, в президентском полку, второй там в дивизии Дзержинского и проще. То есть туда тоже не каждый попадет. Вот у меня отец, он отставник военный. У него во взводе разные национальности были. Я служил в Чернобыле, был. И детокщин у него во взводе не было. Даже в то время. В 80-е, 70-е, 90-е. Что сказать? Вот сегодня смотришь, что в церкви делается. Мы только стоим на том, что человек должен два пункта пройти. Первое, рождение свыше. И второе, водительство Духом Святым. О чем Серафим Саруцкий говорит, стяжание Духа Святого. Если этого нет, все напрасно. И поэтому не доказать нельзя ничего. Потому что там мертвое. И в мертвое мехи новое вино не вливается. Оно не принимается. Они не слышат. Когда говоришь, можно это исправить, а вот они к нам приезжают. У нас правила какие? 16 правил. У нас нельзя разговаривать. Нельзя продажи. У нас ничего нету нигде. Десятина. Все покрывает. И они фотографируют. Мы у себя сделаем. Ни один еще не сделал за полстолетия. Ни один. Почему? Он начинает делать. С радужем другие священники нападают. Еще тут раскол делаешь. Раскол. То есть полное погружение. Это раскол. А безумие это откуда приезжает с Украины. Это нормально считается. В храме должен стоять жертвенник. Это управление. И все. Да. Я вот в 87-м освободился. Я в 87-м только освободился. За слово Божие. И они все это знают. А им никакой разницы нет. Придумали миссионерские отделы. Ничего более поганого, страшного страна не придумала. Можно составлять отделы отдельно по любителям пива. Можно географическое общество. Миссионерский отдел нельзя составить. Его Бог составляет. Миссионер должен иметь тысячи талантов, златоуст говорит. Чтобы обратить человека. Они хватают любого. Дворки там. От души, от духа и от сердца. Да. В духе святом должно быть. Бог должен тебе подсказать, как поступить. Надо ли говорить. Они любого хватают. Не нравятся там. Подают в милицию, в списки. Ну, сергианцы. Они по-другому не могут быть. Я говорю, вы не забывайте. В сентябре 43-го года патриархию организовали Берин и Сталин. Вам нужно отгребаться от этого. Ну, зачем вы это делаете? И вот у меня отец Ана Крамаренко. Он это, Жорбенко был, рукоположен РПЦЗР. Сейчас он в РПЦ, в Вениамине. Вениамин у нас приезжал и был здесь у нас, в Потеряевке. Вот. И значит, он сказал. Как-то, когда вот это на две юридикции зарубежная церковь разошлась. На Виталия и на Лавра. Ну, тогда можно проще было это как-то вытянуть. Но, видимо, наверное, то ли агенты, то ли масоны там тайны какие-то подкручивали. Бог его знает, как там. Вот. А сейчас же в этих 17 или 18... Тринадцать. 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 Но мы говорим, везде надо работать. Работать. Потому что у нас живут вот в лагере там профессора, психологи. И пытаются найти, ну как это можно так вот, чтобы ребенок в течение месяца менялся. И находят главный движитель с большой буквы «Любовь». У меня физическое наказание есть. Вот нет платочки, надо бежать к дереву там. А они не знают. А где учились? Я нигде не учился. У меня нет духовного образования. Я просто люблю моего Бога. И молитва должна быть постоянная. И друзья такие же. Посмотрите наши ролики. Как люди одеты. Какой порядок. У нас шепотом ни одного слова никто не скажет. Ну, одеты как в старобрячестве. Так надо сказать. Ну, старобрядцев у них там полголовы у незамужних открыто. А у нас младенец уже закрытый до волосинки. Старобрядцев нет благовестия. У нас благовестия от края до края. От Тихого до Атлантического океана прошли. И Турцию, и Скандинавию, и Прибалтику. У меня 38 книг. Я везде дарил, ездили. У старобрядцев это мертвая зона. У них разъединение. Ну, вот мы говорим как. Работать надо. Работать. Проще всего там. Ты плохой, ты дурак, переходи к нам. Как у старобрядцев. Ты еретик, переходи к нам. Проповедь кончилась. Это огромная работа. Человеку открывать. Вот мне за зиму сколько поступило сообщений. Меня духовным отцом там называют. Ну, какой я говорю, отец? Нет, вот я благодаря вам. Я отошел там от сектантов, там от адвентистов, там пресс-фитер. Сейчас выписал книги, то есть купил у меня книги. И я совершенно другой стал. Сколько стало священниками? Я ничего не знаю. Я говорил, делал занятия в пяти университетах, десятка школ. Во всех отделах милиции, воинских частях, фабрики, заводы. То есть более востребовано, наверное, не было. Я в день и ночь почти приходилось свидетельствовать. И мы говорим самое главное. Христос и Библия. Два слова. Когда это есть, остальное легче. То и другое. Как это Мартин Лютер сказал. Есть одна личность Христос и одна книга Библия. А у православных, у Матроны, Мшкомеда, все заслонили. Мощи там. Ну, что угодно делать. Паломнические эти поездки. Благодатный огонь. Поезд Богородицы. Только не Христос. Вот смотрите. Они ушли в обрядность и в коммерцию. Да. А дух веры утратили. Именно так. Много обрядности и мало Христа. Да. И плюс еще неквалифицированные кадры там находятся. Ну, понимаете, кадры-то он не может, допустим, учит Осипов. Он не может быть выше Осипова. Это его дело. Он как учит, так и приспособление здесь. Вот он бред и в Галстоке. Ну, Мох, ты. Ты же преподаватель, профессор-то. Явное дело, что он сотрудничал с властью. В то время, когда в семинарию нельзя было поступить. А он профессор был. Тут не надо выдумывать. Я сам видел в Сергиевской лавре. Брюс Ленина стоял в советское время. Как в трапезу заходить. И вот, когда тут Переворов был в скиту, в Задонске, кто-то листочек отцу Петру Кучера дал, ну, он так вот. Ну, проголосовать надо, если уж пойдете на выборы, за правильного человека, который вам поможет, это все это, за патриота. Ну, и что-то сказал, к примеру. А тут в звонок пошел Нефодий. А Нефодий племянник Крючкова и офицер майор КГБ СССР. У него даже жена была, он с ней ходил, подручка на парке Горького. Это Александр Иосифович Снежный, писатель, рассказывал. Случайно познакомились. Да, он приезжал сюда, мы давно знакомы с ним, Александр Иосифович. Да. Вот. И он все нас подбивал. Мы тут со священником переходили в морфобитель. Варнава должен приехать по первости. Езжайте в Краснодарсково. А я слышал, что там уже какие-то тайные подводные камни пошли. В смысле в этом. Создали. Что они уже хотели это. Свою создавать. И кто знает, чем это кончилось. Вот создать, то не создали автономную, вот эту российскую церковь. А храма-то, думаю, они довели приватизацию, не сделали. Памятник архитектуры по указу Дельцина, как это можно было сделать. И тут задним числом и забрали их все. А кроме и партийного управления, у них ничего на домах молится. Не в храмах дело-то, если до дела-то дошло. Вот считаем Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. И рассеявшиеся ходили благовестные. Рассеявшиеся, никаких храмов. Но они благовестовали. И вокруг все возгорало с любовью к Господу нашему Иисусу Христу. Вот мы в частном доме, мой дом, ну мне, я судился и высудил. Они у меня же сделали самую большую фонотеку. И все, по тем недонимированным деньгам еще у меня иск был 11 миллиардов. 11 лет вшел в суд, и я его выиграл. А у власти нечем рассчитываться. И Бог дал хорошего исполнителя судебного. Она объявила, арестовывает все счета городской администрации, ответственной городской администрации. А КГБ стороне оказалось. Ну и я предложил недвижимостью рассчитаться. И вот два домика в центре города. Мы в одном молимся, отремонтировали. Тут все сложилось. Близкий у меня друг, генерал-лейтенант, был прокурор края, мэр города. Ну то есть у меня везде друзья. И собрались вместе и говорят, ну руки-ноги уже не вставишь человеку. То у меня 26 лет только психиатрия меня терзала, пытала. Ну давайте решим этот вопрос уже, решено все. 11 лет в суд шел, это не два дня. И вот сейчас я нахожусь здесь, отсюда звоню. Варнаул, Ползунова, 6. Это Бог так сделал. Иначе бы это нельзя было здесь не купить. И все у нас есть. И все знают, что храмы. А вверху у нас ничего нет. Крыша обыкновенная, как всегда. Мы на это не смотрим никак. А в Потеряевке там отдельно была бывшая школа, клуб. Пополам разделена отдельно школа, а отдельно храм. Там спортзал на другой стороне. И вот только что, если вы на нашем видеоканале бываете, я вам скину в конце наши ресурсы. И вы увидите, вот 15 мая, вот воскресенье, было 25 лет восстановления Потеряевки. И приехал от патриархии митрополит Сергий со священником, архимандрит. И как служба идет? Она вся выставлена. И какие беседы, концерт, собрания. Там вы просто поинтересуйтесь. Посмотрите, что за народ, какие отношения. Так кинулись теперь, хотят прямо стереть порошок под этого митрополита Сергия за то, что у нас хорошее отношение. Да какие это миссионеры? Я говорю, волчары лютые. Он московский патриархат. Нашу епархию разбили на четыре части. У нас хорошее отношение. Вот батюшка сегодня пошел служить там у них здесь. Большой собор. Им это не нравится, потому что... Сидор Пелсиот говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Вот весь ответ. Я как-то беседовал. Они напали на... Напали прям миссионерские там отделы эти. Я называю дыра в преисподнюю. И он говорит, у меня такое впечатление, что они вас убить хотят. Я говорю, так и есть. Бандитов их набрали. Повторите. Бандитов набрали, да? Я по-другому не могу никак назвать. А, был случай. Как раз была Воронежско-Липецкая епархия, Мефодий немцов возглавлял ее. И, значит, там была общество память, Национальный подразделок память в Воронежское отделение от Дмитра Дмитриевича Васильева. Они сделали разведку боем. В общем, где матушка Маргарита, ну, как-то она по другому постригу, другая она сейчас представилась. Она еще Николая II ребенком помнила, куда-то ездила, видела. И там она пожертвовала участок под храм домовый. Ну, там три домика, как монастырь женский. Сейчас другая там, это игумение. Вот. И люди, в самом-то такомные, и идут друг от друга по зову сердца. Но места маловато. Пошла там архитектор, на клироссе, дело женщине к рядом в доме. Говорит, продайте нам. Я говорю, ты не говори, что под церковь-то. А, зашли меня от такого, мы вот все скинемся, я вот хочу дом приобрести. А она потом взяла во втором и третьем разговоре сказанного по церкви. А она такая какая-то... Вот на церковь нет никакого другого духа. А, может быть, кто-то зашла, послушала, как там помин идет. Ну, не участвовала в этом. Не в таинствах, ничего. И сейчас там, где большой участок, за забором, многоэтажный дом построили. Это, чтобы, если расширить, им надо хотя бы покупать домик туда впереди, и, где матушка строит, строит, старый домик сносить и чуть-чуть расширить. Вот так вот. То есть, надо... Мышление логическое должно быть гибкое. Не говорить конкретно, почему и как. А тут это... и романах Ефимий служил. Он отчитками занимался там в Воронеже. Отец Аан Крамаренко тоже отчитками занимался. Из епархии пошел сигнал. Приехали на каких-то, то ли на Волгах, то ли на Марках, побили их, обоих священников, и сказали, убирайтесь им, продавайте свои имущества, убирайтесь отсюда. Как же, мы столько внесли денег, и мы на своей земле куда мы беремся? И ходят на самом деле свои, какие рядом живут. Какая, говорит, мы для вас конкуренция? А вот баптисты построились на источнике метрофани Воронежского через дорогу. Это пожалуйста. Там еще какие-то секты по клубам это завлекают. Я как-то зашел тут в соцзащиту для именного Анатолия, сейчас он профессор преподает. Я говорю, ну подай идею, раз ты депутат, говорю, в депутатский совет, чтобы религиозные богослужения какие-то там не были. Концерты можно, а религиозные богослужения и проповеди в общественных заведениях муниципальной собственности, клубах или еще где-то запретить на местном уровне. И все. И у них уже лафа отпала. От адвентистов откололись его, стали по квартирам шастать, тут суды кое-какие пошли уже. А тут еще приладили все бандиты к ним, вошли туда аферисты под эту марку. Я вам не сказал, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Хорошо, да. А на Кубани у меня есть знакомый, он, значит, выходец из чаты Александра Полуполтинных. Не знаю. Он психолог. Купил вторичную квартиру в Анапе. Там был в союзе русского народа, а потом какое-то разделение пошло, они пошли в реестр казачьего общества. Но он в Кубанское вступил. Ну, в общем, суды пошли уже по Краснодарскому краю, по яговистам. А зачем это нужно? Не знаю. Просто яговисты, они такие упористые, и где-то на кого-то наткнулись, что уже дело до судов пошло. Я не знаю. Изречение пороха Иеремия. Говорит, если изничтоженное, излечешь полезное, сделай, как мое уста. То есть Антоний, как говорит, пчела перелетал с одного растения на другое, везде брал полезное. Возьмите так называемые свидетели Иегова. Это если бы православные-то так занимались, от дома к дому, что это повеление, это не яговистское, а Божье, идите, говорит, по всему миру и пропадайте в Ангелии. Ну, какая-то работа была другая. Вот исповедует священник. Он на исповеди не просто должен Петрохилю накрыть-то его, а спросить его, считаешь ли ты Библию, благовествуешь ли другим, и тогда только допускать его, что он мертвый, чего допускать-то, зачем? Только в осуждение, говорит, будет, если пить себе осуждение. В исповеди, исповедальник, почему не включат это главное? А у них, они еретики делают. Вот тут и разберись теперь. Да, и никто вроде им не платит. Нет. У них это... Вот, допустим, если он... Ну, там, они ефрейтор, сержант, там всякие названия у них там идут, воинские. Вот. Если у него не набирается там 75 часов, ему выговор будет. Он столько должен идти по домам, не просто у себя там, где он собирается, зал царства, а именно здесь, скажем, с человеком. Ну, как с ними-то беседовать? Вот она мне звонит иеговистка. Она толкнулась, а вы верующий? Я верующий. А хотели бы вы изучать Библию? Конечно, хотел бы. А вот у нас, я говорю, а почему вы не спросили? Может, я ее изучаю? Я преподаю в пяти университетах Слово Божие. Три радиопрограммы веду. Приходите к нам. Она сразу засуетилась и назад. Видите как? Я стал ей говорить, она уже не знает, как оторваться от меня. Я в нее всыпился и тащу ее. Так теперь, когда собрание было, я ее поставил в пример. А теперь в интернете пишут, что я ее разнес в пустых прах, а пример с ее взял и показал. Вот мне пишет одна из Белоруссии. Ей 84 года, бабки. 84 года. Инвалид второй группы по зрению. И она мелко пишет строчком в строчку, клеточку, которая тетрадку. И она в одном такой письме раз в 70 сослалась на Библию. И она рассказывает мне, вот у нас батюшка Елефери был, я к нему подошла. Батюшка, вот мне место непонятное. Как это Евангелие? Агафья, ты ходишь в храм? Да хожу. Ну ты милостынь, ты давай. Да, батюшка, я уже все перенесла сюда, отдала. Я бы отдала все, но муж коммунист у меня и он неверующий. Ну что тебе еще надо? Она опять подошла. Он опять ее отсчитал. И вдруг звонок, она выходит, две приятные девушки, а вы хотите изучать Библию? Да Бог же вам послал. Теперь она иеговистка, все сожгла, а икону под топор. Вот за это священник ответит. И Анна Тауз говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее, ибо за нее умер Христос. А их погибают миллионы. Отслужили, ни одного слова не понятно. Парбранта, одарматали, лишь бы кадила в руках ходила. И все. И большинство попадает в все эти вот эти секты разные, тоталитарные, там еще какие-то, либо малопросвещенные, либо вообще когда-то крещенные в детстве, ну, невоцерковленные. И, придя в храм, скажем, там одернули его или ее, что-то не так сказали, она обиделась и больше не пришла. Нет, чтобы внутри что-то поправить или найти духовника где-то в другом месте. Человек со смирением-то не пришел. Он пришел и разговаривает. Ему поневоле надо сделать замещание. Это в храме. Идет богослужение. А один задом повернулся к алтарю и стоит разговаривать в полный голос. Ну, как ему не сказать? Молиться-то рядом нельзя. А, тут одергивают. Ну, ты пришел, ты знаешь куда. Ты если зашел в какую-то организацию, даже в театре, началось действие, там же не будут разговаривать, то тебе тоже мне сделали замещание. Ты не нужен тут. Ты Бога не ищешь. Да если ты пришел к Богу, ты последние, сказали бы, два километра, ползи на животе, ты все равно приполз бы. Потому что это наш Господь. На это надо смотреть тоже. Сделать, не сделать. Зря, не зря. Но, в первую очередь, торговля. Торговлю выкинуть не могут. А у нас ее не было и не запустили. Хотя бы вот эти ларьки свои поставили бы вне храма, чтобы они не мешали. Они должны в аграде быть. Написано, канон запрещает в церковной ограде. В аграде нельзя. Где-то отдельно. Хоть улицы, через улицу где-то. Я посчитал, когда работал над канонами, книга правил. 719 правил. Из них 413 нарушаются ежедневно. 57%. 413. Умышленно, притом. Не то, что не знают, а умышленно. До 30 лет ругополагают пресвятера. А правила 4-го Вселенского собора 14-15 запрещают категорически. Это 6-й Вселенский собор. Ну и что говорить-то? Ты их подряд возьми, они не действительно священники-то. И вот целебатство в православии не должно быть. Или монах, или женатый. Ну это монах, не монах. Вот придумано все и монашество. Давайте до конца договорим-то. Монашество – это хорошо. Один, Павел говорит, не женатый заботится о Господнем. Как угодить Господу? А женатый как жене, а дальше семья идет. Это хорошо одному быть. Но обета давать не надо. Не надо. Вот иеромонах у нас был, а теперь женился. Но это нарушение правила, нарушение обещания. Иеромонах теперь женился. Да сколько таких случаев-то? Вот самое правильное было у княгини Елисавета, сестры. Теперь по правилам он не может священно действовать. Какой священно действовать? Он под эпитемьей. Он извержен. Ничего у него нет. Потому что он не оставил ее эту. Она у него... Брак не может быть зарегистрирован с монахом. Прелюбодей. На всю жизнь. На веки вечные. Он должен оставить ее немедленно. И дальше не сейпитемьей. А дальше уже видно будет. Но ничего не исполняется. Книгу правил забросили. Кричат оглашенные из-за дети. Никто не выходит. Они даже не знают, кто оглашен. А у нас оглашенные из-за дети. Мы видим, выходит 12 человек. Или он готовится. Или давно не причащался. Больше года. Или согрешил. И батюшка его запретил. И они стоят. Так сейчас Василия Великого если включить второе правило за аборт один 10 лет от учения от церкви. Он не может стоять на литургии. Так никто не будет. А зачем тебе он нужен? И церковь никогда не считала излишним. Если такой Кашпировский пришел, а он был крещен до этого там в младенчестве, и теперь 18 лет от учения. Вам слышно? Слышно, слышно. Что-то ваше изображение какое-то пропало. Плохое. Ну, не пропало такое какое-то. Нет, оно сделалось такое, как вот милиция, когда заштриховывает лицо. Не обращайте внимания. Ладно. Вот такое дело. Главное, главное, это жизнь во Христе. Не, а пророк Иеремия говорит, вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Это было. Вот, камни на камне не останется. И вот сейчас разное царство, Россия, там, какие-то слова придумывают, столько накручивают линии. Вчера мне дали ролик разобрать. А сегодня я каждый день даю сообщение. Попросили. На каждый день что было? Ответы. Ну, там, как в Белом Братстве было. Это такая каббалистика, и это патриоты православия. И прямо провозглашают, что мы за православие, но против христианства. Отсюда вывод, что христианство и православие для них несовместимые. А кто виноват? Ну, православие показало так себя. У нас тут кто бывает? А какой вы веры? Ну, вы видите, что служба идет, и все. Архиерея, главное, выглянул, дома от никого нет, выглянул, храм полно. Ни один не переступит. Никто свечи не ставит. Ставит чисто восковые у нас сделаны. И сколько надо священник или назначенный человек. Учить надо. А он не понимает. Не понимает, научи. У нас все навыщены до одного. Маленькие дети не имеют права кричать, бегать. Отдельное помещение для них. Работать надо день и ночь. Как Федоров Амулевский пишет. Да. Хоть она человеческая пословица, рыба в нее с головы, а не с хвостом. И отцуза вывод делает рыбу, голову сразу отрезают. Да. А если бы на пост патриархии стал бы петербургский ладожский метрополитен, у него дух-то самодержавный был, если что-то пошло. И иммиграция, вот я по своим наблюдениям, многие думали, что будет он. Ну, а тут Редигер получился, даже полгода не прошло. Его туда раз, вот, и пошло, пошло. А был бы тот, может быть, хотя бы из Мирного Совета церквей бы вышли, как-то, что-то, какие-то были бы. Ну, идея-то была Путина, Владимир Владимирович, когда он был там. Представьте, 364 опорных пунктов за границей в один день сделать. Это ни одному КГБшнику не удавалось. Вот и все, надо понимать. Ему, как это было как раз, ну, а вы-то смотрите, Ратазея, что делаете? И давай пристеснять, давай давить. Говорили о признании, а теперь об объединении не было ни одного слова тогда сказано. На Яке там, где собирались в Лос-Анджелесе, где они там были, брат мой летал туда, вместе с ними. Выбран был делегатом, отец Аким. И там ничего, об объединении, слова даже одного не было. Это потом они, они знают, коготок лишь, а дальше мы оторвем руку целиком. Ну, это получается как вот гаванская конференция вот эта вот. Ну, они оттуда распроисхождение их такое, они и делают. Помирские, мирские слушают. Подписали с Ватиканом действие какое, а уже там все рассчитано у них. Да. На ниточке. Это мне напоминает, ну, там, главный миллиардер у них в Америке, масон, ну, и решает, кого выбрать. Вот, решает такой-то. А один отошел в сторону, и видно, что опечалился, он думал, что его. Он подошел к нему и говорит, Ронни, следующий ты будешь. Следующий. То есть, этот еще два срока, а тебя еще ждать, еще следующий ты будешь. Там будут республиканцы, демократы, лампочки будут загораться. Какой? Это все игра, фишка. Уже все назначено. И потом, мы на выборы не ходим, никогда. А зачем? Я молюсь, Господи, нужного избери подобного Давиду. упали графу против всех, а это антиконституционное. То есть, против всех. Антиконституционное право они сделали, совершили. Хотя бы, было бы известно для статистики народ против всех. Сколько? Значит, может быть, надо менять отношение к людям? Менять мышление? Менять действия? Да. Ну, это мы, между прочим, сказали так. Нас и это не должно интересовать. Мы только молимся. А нам дана возможность стучаться в ворота небесной отчизни, и Бог поступает, как ему надо. А он поступает так, не советуясь с нами. Потому что у Бога все разнаряжено. И будет так, как он сказал. И остаток Израиля обратится. Бог верен в своем слове. Ни мусульмане, ни ИГИЛ уже ничего не сделают. Это в один день будет покончено. А как? Не знаю, так написано. На всяким языком, народом и племенем он будет антихрист. И все. И мы должны заботиться своей души, работать. Не проклинать еврейский народ, который ограбил Россию, проще, а благословлять. А как? Чтобы обратились к Богу, стали христианами. Если что-то пошло, евреев уничтожали жиды. Не просто евреи, а жиды. Да. Но знаете, как Сталин говорил, что есть, говорит, евреи, есть жиды, а есть Каганович. Да. Жиды это не национальность. Это расположение к корыстолюбию, к предательству, к лене, ко всему, что свойственно большинству из этого народа. А нужно было им создать территорию в Израиле, чтобы более продвинутые евреи там жили и везде дальше впускали свои корни. Они сделали вот этот вот сговор сионизма, с национал-социализмом, все это, чтобы бедноту концлагеря и все такое. Чтобы у них было стремление дальше. журнал Огонек Виталий Корочич, главный редактор, у него статья была большая тогда, еврейский народ, а я этим занимался. Гитлер основатель Израиля, Гитлер, и все это доказано. Единственное, кто не был гоним, это евреи, которые должны были переехать, банкиры. У них и театр, и газета. Одна единственная газета была, которая издавалась не под их руководством. не по-гитлеровским штампом была. Почему? Кто привел к власти его? Я 14 лет этой темой занимался, меня когда арестовали, все это в обвинение было поставлено. Я эту историю знаю. А что, какое ваше влияние? Мое влияние самое сильное. Я молюсь. Молюсь. И надо работать, и Господь из евреев делает настоящих, истинных христиан и священниками. Ко мне вот его привезли, показать, какое там у баптистов, он еврей, Наум Израилевич в Тбилиси. Он у меня часа полтора или два-три был и стал православным, теперь священник у патриарха Ильи II. Мой крестник, я его крестил, ездил, ну как крестил, восприемник его. В Яросалиме? Нет, он находится в Тбилиси. А, в Грузии? В Грузии. Это мой крестник. Наши разговоры тут с ним есть где, в интернете, на нашем видеоканале. Вот и все. Надо все время бороться. Я говорю, ну пусть я не священник, вы священники, вы более талантливые, но обратиться, чтобы через вас один. И все. Сегодня же будет, допустим, 25 тысяч священников, новых, евреев, истинных, православных, христиан. Нет этого. Вот. А вот такое-то, такое-то там начинают. То есть, работать надо, по любому вопросу, работать с любовью. А просто я кричать буду, мусульмане плохие, у них многому можно поучиться. Они умеют бороться с алкоголем, с наркотиками, с гомосексуалистами. Они очень радикально борются с этим. Ни одного, притом, нету. На весь Тунис, на саду Скорави, ни одного из этих, кого я перечислил. Что непонятно-то? А мы... Ну, надо понимать, мы другие средства должны изыскивать. Это любовь. Мы не можем головы резать. Но за свидетельство о Христе мы просто обязаны. Это наша обязанность. И вот в храмах должны не только приходские эти воскресные школы быть, а уже и церковно-приходские, хотя бы до 4 класса, до 4 класса хотя бы. Потом уже гимназия, женские классы, мужские. Я тут одним подсказал, он бывший учитель, если у вас нет помещения разделить девочек от мальчиков, хотя бы по этажам, по-разному, чтобы они не баловались. Ну да. Вот у нас детский лагерь, я его основатель, 45-й год. У нас везде мальчик приоритет. У нас в церкви заходит мальчик в мужской пол на правой стороне, в храме на левой женщины. А девочка это такое создание, которое требует охраны. И мы все это... Это будущая семья будет на христианских основах. Это мы подчеркиваем постоянно. Это надо с детства в ребенка вкладывать. Ценность мужчины, почему он часто погибает, и как должна вести себя женщина, девушка. У нас все в платочке. Без платочки ни одного шага не делают. Значит, ты молишься. Мы можем остановиться даже во время игры и начать молиться. пошли по ягоды. Пришло время, встали все на молитву, все, весь детский лагерь. Ребенок это видит, что игра одно, а молитва это другое. И не надо строжить себя зря, просто надо очертить рамки закона. Вот здесь не вмешиваются. Они играют, прыгают, бегают, это их дело. Но нигде не заходить за грань. Вот у нас большой бум, 75 метров, называемый разъезд. На него поднимаешься на уровне груди и ходят дети там, на бревна где-то. Он должен три поклона положить, разуться, и у старшего попросить благословения. Пошли купаться. Колокол ударил, все собрались. Идем, три поклона пошли, пришли, там разделись, опять три поклона, а там у них везде распятие у нас висит, прямо над водой. И опять к старшему благословите. Бог благословит тебя, чадо. Теперь купаются нормы, знают они, прыгать нельзя, потому что там внутри залило столбы отпиленные, ты можешь стать калекой. Ребенок должен знать это. И мы даем им знания, висит кто президент, кто премьер-министр. Дети считают, что прямо должны ответить. Кто изобрел телефон, кто интернет, кто губернатор, не считая божественное, которое каждый день отдельно. Вот самый момент теперь работать с ним. Даже азбука глухонемых и то у нас практикуется. были глухонемые. Надо просто Богу довериться и любить дело, которое ты делаешь. Я знаю, посты православия, они не евангельского устроения. Ну, 69 правило апостольское говорит о том, что соблюдать 4 десятницу, великий пост, в среду и пятницу. А покровский пост и другое там нету нигде. «Но». Я везде добавляю «но». Но я православный. И вопрос снят. Я должен исполнять. Строжайший. У нас в лагере не положено растительное масло в этот день. Его до них не будет. «Но» добавляю. Я это делаю по послушанию. Но мне этого мало. Он сильно мне мешает Петру в пост. Приезжают дети. И надо бывает месяц. У меня у нас месячный срок. Можно остаться на второй. И у нас полно молока, сливки, творог. Все, что я не могу дать. Мне очень неудобный пост. Но я теперь прошу у Бога дай мне любви к этим постам. Несмотря ни на что. Чтобы я делал это с любовью. Я исполняю. А любви-то у меня к ним нету. Теперь второй этап. Из-за чего? Из-за детей. Мне они приятные. Сейчас на соборы решат отменять посты. Правильно сделают? Ну, великие оставят в следующую пятницу достаточно. Но я буду все равно исполнять. Хотя бунтовать там отменять посты никак не буду. Их все равно не исполняют. 99% нарушают. Вот если почитать Библию. Вот жили там столько, столько лет, столько. А сейчас идет сокращение. Наверное, все-таки человек более ригетариан сам пользовался. Растительной пищей. Да. У нас же ведь к кишечник у человека не приспособлен, как у хищников. Он такой вот. Да, да, да. Такой грубо пищи. Ну, понимаете, вот мы даже все знаем. Вот я говорю, растительное масло не поддается термической обработке. Рак желудка был. Все знает. Но охота человеку именно жареная, чтобы корочка мяса была. А вот теперь эти лямбри, теперь вот все у тебя всякие бляшки будут на кровеносных сосудах. ты знаешь, что вредно делаешь. Надо вставать рано. У нас в детском лагере подъем в пять утра. Найди такой лагерь. В пять. Вот на Кавказе, там, значит, кавказцы, они если делают шашлык, они с зеленью едят, чтобы зелень смогла вот это вот работать. У нас зелень на столе каждый раз. Три раза в день зелень. У нас свой огородчик. То есть старайся все, чтобы здоровый образ жизни был. Вот о чем мы говорим. Это можно повернуть и налево, и направо. А вы говорили, но если это по слову Божьей, не вывернуть никак, никуда. Он обязательно должен сказать. Если ты видишь этот вопрос, называет проблемой, я не люблю это слово, и отплевываюсь от него. Нерешенный вопрос, замени его. Нерешенный вопрос. У тебя сразу, говорится, мускулы наливаются силой. Буду работать я. Избери меня, Господи, по этому делу. Да, знают. Вот много везде преступлений. Я говорю, а что ты сделал для этого? Ничего. А я 17 лет сотрудничаю в тюрьме и бесплатно. И они знают, что я зэк-каторжник. Они меня слушают. Я выступаю по рации, приношу там динамики. На Пасху яйца покрасили, по камерам разнесли. Они выходят, стараются меня найти, где защиту даже оказать. Видите как? Это перед Богом все. Заканчивают университет, кто-то к жизни-то приспособиться не может. Там Потеряевку один написал. Говорит, у меня два высших образования, но делать я ничего не умею. А что, зачем ты нужен? Другой ни одного образования не имею. Это он любую машину ремонтирует, швейные машинки, холодильники. Слово не дело, а в сноровке, это, в навыках, и, это, если есть любовь, сила воли, все он сделает. Один говорит, сила есть, говорит, а воли нет. Да. Это есть, знаете, я вспомнил, такая секта, Сан-Мин-Муна, церковь объединения. У них идет, значит, лекция, лекция, потом на уровне подсознания, типа как закладывают отнимание воли. Как называется секта? Сан-Мин-Муна, южнокорейская. А, Сан-Мин-Мун-то, там свадьбы, по тысяче свадеб вместе. Да. Не знаю. Ну, это, понимаете, на подсознание, я в это не верю. Вот подсознание, это слова, придуманные Дворкиным. Там вот тоталитарная секта. Тоталитарная секта. Зачем ты туда лез? Тоталитарная секта. Тоталитарный режим, да, фашизм, коммунизм. Тоталитарная секта это Дворкин запустил такое выражение. И вот ведь был Сан-Мин-Мун монахом католическим, потом что-то такое, и у него вот эта четвертая жена, а считает себя истинным родителем. И всем так преподает. ФБР его, за него плату налогов, куда он в Америке жил, чем-то занимался. Много всего есть, говорит, Горация, чего мы не знаем. А если знать, надо все повернуть к Богу. 50% адепта платят своего дохода. И вот он под 90 сечным странам вот эти свои распространил. Как так можно? Люди православие не знают. Если бы они знали, то даже Бог бы никуда не ворохнулись. Какая-то красота, чистота, целомудрия. А ничего нет. Вот уткнулись в это темное монашество, в эти трупы, в мощи. Ничего не видят, не знают. Писание не знают, святых отцов не знают, правила нарушают. Православия-то никакого и нету. Обман один. Православие это всеохватность. Это терпение, милосердие, кротос, воздержание. Все в нем заложено. И вот Матрена московская, слепенькая, когда она была на кладбище захоронена, очень много. И днем, и ночью ездили. Я сам туда два автобуса организовывал. Только выгадывал на порогу, потому что эти записки разнесешь возле храма, а мама на телефоне была. И обувь отклеивалась еще в Ельцинской временной. Сейчас можно чуть подороже купить эти хорошие. Вот. А сейчас сплошной бизнес. К ней идут, надо требовать заказать, надо, значит, свечку поставить, вот, и там доли секунд, чтобы преклониться. Где уж там с мыслями собраться. Знаете, есть-то, был такой профессор, можно знать, Владимир Филимонович Марсенковский. Он был православным, потом перешел там к евангельским христианам, видимо, прохановские это. И он говорил, со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма. Если вырвать из сознания людей Евангелия, то на месте его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не закроешь. У православных как раз это все и есть. Сознание убрали, из сознания людей Евангелия, то люди сами-то не обращаются. Теперь что угодно говори, они считают, что правильно. Ой, церковь трогать нельзя, вы осуждаете епископа, но если он волк люто расчищает, убивает, и говори ему по застрогости. Страхом спасайте, гнушаясь даже одеждой. И вот организовывают эти крестные ходы, значит, они мало что дают, когда они без веры идут. Совершенно не дают ничего, кроме того, что потратились и плясополосы загадили. В храмы зайдешь, это хорошо, если где-то умный, грамотный священник что-то проповедь говорит, как-то люди к нему тянутся, все это. А сейчас как в театре, как в театре, как артисты. Интересно, в советское время зарплата священников церковного по графе артисты шла. О, как? Всегда. Одно и то же, налог, когда брали. Не оклад, а налог. Ну, какой? работник культуры типа такого. Не, ну, там монеты, ну, можно считать так, но главное, к артистам присправнее, к оклоунам, к разным. В Финляндии, там, по-моему, трем конфессиям, католикам, православным, еще каким-то пенсию платят священнослужителям. а у нас, а у нас, они чисто в коммерцию дались, в бизнес. И какие-то банки свои, и нефти, и, значит, папирос, это табак, водка. А в Софрино, вот если кто-то чай или кофе оставил, насквозь, не забыл, вплоть до увольнения. Это ужас. Ужас. Именно так, правильно. Поэтому мы нужны везде с благовестием. Но мы узнали об этом, говорить-то об этом все это пустое. А когда им говорят, что он не принимает, ну отойди от него тогда, что-то сам себя не губи, говорит. Он как еретик, нет, корень всех зол и серебролюбия, он корень самый перерубить-то не может. Юноша отошел, ибо был, говорит, богат. Господь говорит, продай и раздай, а они наоборот, приобретать. Почему апостол Павел говорит, ибо сам Господь сказал блажение, и говорит, давать, нежели принимать. Блажение лучше. Когда Христос сказал, неизвестно. Очевидно, Павлу просто откровение было. При жизни Христос этого нигде не написано, что говорил так. И вот что интересно, сейчас такая тенденция или положение сложилось в московской патархии, но просто нет у них людей одаренных и просвещенных Духом Святым, чтобы послать в деревню и поднять духовный, культурный уровень в деревне. Создать при приходе, при общине какую-то ферму или теплицы, чтобы как-то себя обеспечивать и куда-то это можно было реализовывать, чтобы не заниматься вот этим бизнесом таким церковным. Как-то при церкви все это. В монастырях-то они там для себя выращивают, и то им становится мало, им даже с колхозов, с садхозов кто-то привозит. Да, когда духовное направлено, тогда другое легче дается, ради Бога. Ради Бога. Я вот как-то в свое время сказал, ликарный епископ Никон был, сейчас он митрополит, что это дает митрополии и в области две-то епархии, что это дает непонятно. Разграничение духовной церковной власти и казны только всего. Ну, какую цель, говорят, где-то там на голосование, что большим числом голосовальщиков подавить постопротивников. Ничего не дают, лишние расходы. Здесь был один епископ, нормально было, а сейчас присылает. И он, главное, настоящий епископ, митрополит, ну, как будто бы выше, он тоже епископ. А это тот враждует, а это делает как есть, а того укоротить никак не может. Потому что это не его уже теперь каноническая территория. А слово каноническая территория, это воцерковление, это самые поганые слова. Ничего этого нет. Напротив-то, вы идите по всему миру. Никакой канонической территории не было. Это обман. Если это твоя территория, как ты допустил... Вся платья это земля. Да. Вот если твоя территория, твоя территория там на карте, да, ну, значит, это твоя, повтори, твоя. А рядом безбожник, дальше безбожник, пьяница, крохобор там. Если твоя, ты же за все отвечаешь, за каждый дом, за каждого человека. Они просто на карте много отхватили Енисейский округ с Красноярском, да и Мало-Ненецкая. И вот закон Тор приняли, не обговорили конкретно по Дальней Востоке Сибири. Сейчас любой с Китая, с Японии приедет и будет неизвестно, что там творить. Вот так. У вас по Писанию какие вопросы-то есть? Ну, по Писанию так немного понятно, что, кажется, в постовой молитве будет спасен род человеческий. И вот от всех предначертания какие, мне кажется, уже даже Антихрист родился, воплотил. Как вы считаете? А что тут? Услышал, Господь говорит, кто любит меня, соблюдит заповеди мои. Прямо по Евангелию. Нужно научиться прямо конкретно обращаться к Слову Божию. Вот из этого исходите. Прилагающие усилия восхищают его. Значит, тут все сказано, не спи. Многие бегут на ресторище, но один получает награду. И так беги, чтобы получить. Вот одна в семье тут, ну, как, мама у них одна, отцы разные. Да. Сестра ее сводная уехала в Италию, там, домохозяйка. Я говорю, ну, знаете что, я говорю, где я родился, там и пригодился. Говорю, вы с Урала приехали сюда, там кто-то, здесь что-то. Я говорю, вот, к примеру, вчера по телефону я звонил, вот, Наташа. Это неправильно. В Африке есть Эфиопская христианско-правословная церковь. Да. Там монахи, своеобразно, так и черные, вот, из Путкина ходят и внушают людям через Слово Божие. Мы хоть живем в нищете и в бедности, но с Господом. Она призадумалась. Я говорю, ну, может, и ты куда поедешь? Или можно тут все устроиться? Да, там, где ты есть, примени свои силы, и ты увидишь, как по-другому будет. И в пустыне получится сад благоуханный. Один спасется, а вокруг него тысячи. Если он сможет преподнести. Вот, понимаете, даже я уже берусь за это. Стижи дух мирно, вокруг тебя соберутся тысячи. Серафима Саровского. Я это разъясняю. Во-первых, неизвестно, говорили он, если говорил, то ошибся. Нигде этого нету. Давыд говорит, я мирный, только заговорю, а не к войне. И как спасутся-то? Если ты мирный? Мирный, значит, ты ни с кем не конфликтуешь, никого не обличаешь, 318 языка или не исполняешь, кровь на тебе за тех, которые погибают. И кто может спасеть? Не один и ты не спасешься, а то тысячи спасутся. Главное, никуда не лезь, по-монашески закройся, голова между колен. Ну, вообще ничего нету. А как спасутся? Такого нету, спасутся. Ты возвещаешь о спасении. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вот как сказано. Ну, а я уверовал, как у сектантов. Ты спасен? А даже маленький такой, ты спасен? Не знаю, мой православный, даже не знает он. А ты как узнал? Вот так написано, спасен? Написано. Написано, говорится о конечном результате, а ты не знаешь. Многие потерпели кораблекрушение в вере. В вере, Павел говорит, кораблекрушение, знаешь, что такое? Я моряк был. Я знаю, что такое. Ты не приведи Бог. Засыпиться не за что. Это ни земля, ни дерево. Вот. Это первое. А дальше, многие, о которых я говорил, и со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Это Павел говорит о верующих. У вас есть такое благодеяние, что у язычников не слышно. Каринфян 5 глава, первое послание. Ну и что? Спасен? А он тоже думает, он спасен. Вот Кашпировский, если бы пришел, он отучен был бы на 18 лет. 18 лет, правило гласит, 18 лет плаща, стона. Люди-то не думают, а зачем это нужно? Тебе не надо, зачем говорить? Церковь опыт имеет. И по этому опыту мы должны сверять свою жизнь. Если, говорит, заповеди Христова, это путь в Царство Небесное, то каноны церковные, это вехи на этом пути. В любом вопросе. Они показывают, что ты должен делать, как поступить. Если случилось вот такое-то, такое. Кстати, вот в Иерусалимском патриархате вот этот переворот незаконный сделали с патриархом Иринеем. Да. Так что пошло и духовно, экономическое проползновение в Греции и в самом Израиле. Так его, кажется, освободили сейчас? Нет. Ну, на место-то не вернули его, как и требуют. Он в келье закрылся и не выходит. Даже мусульмане его кормят. Какие преданные. Не кошерная пища, а какая вот нужна ему. Ну, вот с Греции епископы какие-то истинные приезжали и вот этому нынешнему самозванному, как его забыл на файверке. Но? Сказали, уступи место прежнему патриарху Иринеем. Ибо все восстановится и все встанет на свои места. Да. А так Греция может перестать существовать. Ой-ой-ой. Вот это берут, которые так приписывают пророчествам. Откуда с чего берут только? Ну, не знаю, откуда берут, но факт то, что он же сторонник был не экуменитического движения. А нынешний патриарх, которого незаконно не был к ворума избрали, он влился в всемирно-свот церквей. У них не в Арафоломея разве? В Арафоломея это Константинополь. Ну-ну. А это в Иерусалимском. А, в Иерусалимском. Иеринеи. Иеринеи, а за Иеринеи другой служит, а тот в келье просто служит сам себе. И ведь тот не утвержден этот после Иеринеи. Ни Иордании, ни Израиль, ни Палестины. У них какой-то проходит это. Он не то, что патриарх, он еще является адвокатом у них. Я слышал такое. Я не хочу про это говорить. Ну, ладно, если больше ничего нет, упрощаемся. Спаси Христос. Спаси Христос. Я вам скину под этим все ресурсы наши. Хорошо. Сразу. Все, можете отключить.